Ну что, ребятушки, по традиции, че у кого? Всем отличного дня, прекрасного настроения, а у нас сегодня будет небольшой экскурс в СССР. Естественно, не в историю, а именно вот в те напитки, которые сейчас стоят передо мной. Это водочка, водочка, которая продавалась в СССР, в Советском Союзе, когда на прилавках магазинов было просто вот шаром покати, когда этот напиток и все остальные спиртосодержащие были огромным дефицитом, вот такая водка встречалась изредка на прилавках. Собственно, русская, пшеничная, столичная, была еще с зеленой этикеткой московская и, по-моему, праздничная. Их я брать не стал, потому что вот три водки, которые я и сейчас пью, и это, кстати, не значит, что это именно та самая водка, которая была в СССР. Я скажу честно и откровенно, я пробовал старую, да, это намного качественнее, как бы, кто в меня сейчас палками не кидал, ну, старая водка, это какая-то, извиняюсь, санина, да, сейчас же ГОСТы, сейчас более качественное производство, более качественный спирт, больше за этим следят за всем, и раньше, так как это было очень таким мощным дефицитом, что попадалось, то и пили. Вспомните, хотя бы 90-е, всякие спирты, рояль, какие-то водки в пластиковых бутылках, пиво в жеваных вот этих больших сиськах, да, ну, чушь, чушь. Собственно, сейчас все более качественно, потому что конкуренция, все следят за конкурентами, все следят за своим продуктом, и, собственно, хотят, чтобы вы купили именно его. Что у меня тут из СССР, спросите тогда, кроме вот этих этикеток, да, которые похожи на те, у меня здесь вот такие рюмаши, да, которые я достал из сервиза какого-то, они все такие вот кривые, они вот и шатаются, еле стоят на столе, но, тем не менее, они из той эпохи, да, и готовы принять вот этот очень качественный продукт. Давайте быстренько пробежимся по каждой бутылочке, да, я поставил их по ранжиру, по ранжиру той цены, которую я купил в магазине, собственно, вот начнем с русской, 300, 300, 309 рублей, да, я отдал, кстати, все в одном магазине, это не реклама, я купил в КБ, да, 309 рублей русская, 0,5, ну, очень красочно, очень хорошо сделано, никаких дозаторов, пробка завинчивающаяся, если можно бутылку хоть, не знаю, вот так, хоть так, хоть сяк, ничего не прольется, да, что у нас тут по составу, спирт люкс, что, что, не вижу, уже, настой сухарей пшеничных, белого хлеба, сахарный сироп, да, ну, не спирт, вода, спирт люкс, рифленое все, вот, донышко у нее тоненькое, ну, собственно, за эту цену и трудно ожидать лучшего, да, как видите, здесь водки уже чуть-чуть, водку я, в принципе, эту люблю, да, и вот у меня хранится, иногда я пью, и вот чуть-чуть осталось, да, для обзора. Далее у меня идет пшеничная водочка, смотрите, днища, просто вот, ураган, да, и можно, я не знаю, рельсу пробить, бутылка, честно и откровенно говоря, более комдовая, более фермовая, более дорогая пробка здесь уже вот такая, тоже вот у меня тут чуть-чуть налито, так, состав, здесь получше написано, спирт, собственно, альфа уже, альфа идет 339 на 20 рублей, дороже вот эта бутылочка, забыл цену озвучить, собственно, спирт альфа, спирт из пшеничной, что-то там, ля-ля-ля-ля, ну, трудно, это плохое зрение, да, и все, ребят, вода, спирт альфа и спирт из, по-моему, настоя пшеничных, что-то там, муки или сухарей из пшеничной муки, это мне больше нравится, честно и откровенно, вот если бы я, я читаю, кстати, я не просто человек, который доверяет, я не знаю, какому-то там, дяде Тихону, который сказал, да иди там, водка там, пискарь ее, она классная, нет, я не буду этому доверять, я, собственно, какой-нибудь обзорчик посмотрю, прочитаю обязательно, что написано на этикетке бутылки, да, из чего это все состоит, и при примерно равной цене, естественно, это вот, оно очень сильно выигрывает, и столичная, она у меня запечатанная, она новая, только что купил, ее пробовал, тут примерно состав, как в русской, да, там сахар, фигахар, ну, собственно, умягчали, донышко тоненькое, и в целом, ну, вот, они похожи, но здесь более округлая, более фирмовая, тут написано, экспортный вариант, все по-английски, кстати, здесь тоже, о, премиум, и это самая дорогая бутылочка, 449 рублей, напомню, я брал в одном магазине, да, ну, может быть, по скидкам, где-то это что-то подешевле продается, но вот взял, просто зашел, взял, и, собственно, вот такой оранжир по цене, с чего начать, естественно, уже хочу начать, вы скажете, а где закуска, а скажу сразу, ребятки, закуска, закуска, да, я просто иногда поражаюсь, вот, небольшое отступление, когда я смотрю на людей, которые, ну, они, не знаю, 20-30 лет пьют, и когда они обкладываются просто какими-то соленьями, вареньями, там, с селедкой, фигодкой, запивкой, и, как бы, вот, прям, вот, чтоб не быть голословным, ну-ка, как это у меня откроется, кстати, вот здесь, естественно, дозавтра нет, а здесь он есть, и мне это, ну, скажу честно, не очень нравится, все у меня одинаково охлаждено, на балкончике, и, чтобы закончить мысль про закуски и людей, которые давно пьют, я скажу, ну, мне искренне это непонятно, когда люди просто, вот, они сначала там налили вся морса пол-литра, потом долго выдыхали, а они 30 лет уже этим, собственно, делом занимаются, потом резко опрокинул в себя, хрясь, быстрее все это заедать, и его перекорежило, и это только с первой рюмки, и думается, зачем вы себя так насилуете, я не знаю, ну, возьмите какой-нибудь дешманский коньяк, разбавьте его с колы или водку, ну, с тем же апельсиновым соком, да, ну, собственно, ну, не надо себя так мучить, да, водка это напиток, который, как ни странно, можно понимать и смаковать, да, собственно, оценивая его вкусовые, вот сейчас просто все скажут, да как, у меня мама говорит, как может быть водка быть вкусной, а она может, у нее быть, может быть, могут быть очень много вкусовых всяких там оттенков, всякие особые водки, там ванилин, чернослив, изюм, там, и т.д., и т.п., но если вы просто, я не знаю, вас, ох, перекорежило, ну, не надо, ребят, поэтому закуски у меня сегодня нет, спирт люкс сразу чувствуется, и еще одно, помните, мой обзор, да, он будет там в ссылочках, да, может быть, тут появится наверху, обзор про водку от 300 до 400 рублей, вот эти три бутылочки, они туда с лихвой попадают, и скажу, у меня здесь, здесь находится мой новый фаворит, вот, я никогда не зарубаюсь, там у меня был, первое место получила водка архангельская белая, здесь вот безоговорочно просто-просто побеждает ее другая водка, чуть попозже, естественно, я это тоже вам озвучу, и так, столичная, ну, люкс чувствуется, водочный привкус, очень прям хорошо так ощущается, ну, что, ребят, за вас, сегодня пьем, водочка, чуть обжигает, объясню, почему начал с этого конца, да, с этого края, с самой дорогой бутылочки, ну, и якобы, чем дороже, тем лучше, пойдем в обратную сторону, сейчас многие начали гадать, так, 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 неспроста это все, начал с хорошей, потом, да, не все хорошие, начал с дорогой, к дешевой, и, наверное, вот это, вот это он скажет, здесь из минусов, дозатор, в принципе, водка и водка, да, сразу скажешь, столичная, можете брать, ребят, все три бутылочки, опять же, к внешнему виду, это тоже, ну, вот, эстетика должна быть, вы, вот ситуация, 1 мая, вы на даче, шашлычки, стол с закусочкой, вы сидите, и идет сосед вдоль заборчика, смотрит, что же вы там пьете, вот эти бутылки, их не спутаешь ни с чем, столичная, ребят, русская, пшеничная, все это знают, это просто бренд, 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 бренд из СССР, да, если вы какую-нибудь, вот, не знаю, какую-то гадскую там водку, какую-то вот, фирмовую купили, он еще подумает, что вы там пьете там, заходить, не заходить, здесь у него просто не будет никаких вопросов, пьют, зайду, еще принесу с собой что-нибудь, закуски, водки, запивки, может быть, пивка принесет на вечер, но это узнаваемо, ребзы, это узнаваемо, и так, столичная, не знаю пока, как, вот, давайте, все у нас, первое, второе, третье место, сегодня обязательно кто-то получит, в смысле, все получат, какое место, пока неизвестно, пшеничная, 0,5, прям мало осталось, просто бутылка, фантастиша, вот это все, ну, мне нравится, ребят, бумага, качественная, никаких вам дозаторов, можете хренануть сразу, стакан, если кому не терпится, очень качественная бумага, не просто, ну, вот здесь, кстати, она менее качественная, да, здесь нет, вот рельефа, ну, очень похоже на столичную, да, у столичной, кстати, тоже не такой уж рельеф, вот это, кстати, мне нравится, что у них металлическая, фигация вся сверху, но дозатор нет, не буду, ладно, застряться, ну, кому-то нравится, кому-то не нравится, и так водка пшеничная, напомню, спирт альфа у нас, по сути, спирт и вода здесь, ну, за вас, ребят, совсем другой вкус, вот, 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 вообще совсем, от слова вообще, никакого жжения, мягонькая, она, ну, просто мягкая, здесь у нас сахар для умягчения, но она прям жестко идет, она прям водка, ребята, водка, вот, как вы себе хотите водку представлять, это водка, вот эта мягкость, как бумага зева, только это немного для другого, так, ну, что ж, я не буду много пить, так что не волнуйтесь, что я сейчас, бра-бра-бра-бра-бра-бра-бра-бра-бра-бра, вот так вот, и все, нет, этого не будет, по рюмочке, этого, того и ся, вот, оп, это у нас русская, дозатора нет, не пойму, какая мне из них нравится, они такие красивые, обе, здесь не было надписи премиум, оно как-то здесь не в кассу, да, Russian водка снизу, здесь русская, тут столичная, в принципе, в принципе, я ни одного дизайна, но вот бутылочка здесь, конечно, вот такая вот классная, здесь вот, она менее классная, но, опять же, это все на любителя, итак, эту забыл понюхать, здесь менее водочный запах, чем вот у столичной, ну что, водку-то нюхать, надо ее пить, ох, что-то жидковато, когда раньше пил, думал, мягче она идет, хотя это третья рюмка, и должно быть все наоборот, первая жестко, но она и пошла, достаточно жестковатенько, да, вторая мягко, а ты что-то меня разочаровал, ой, все, нет, третье место, ребят, второе место, а вот это, мой новый фаворит, архангельскую мы, убираем с пьедестала, извините, и водка пшеничная, элитная, на спирте альфа, она занимает первое место, потому что, во-первых, это спирт альфа, во-вторых, состав, спирт и вода, по сути, то есть это прям вот классика классикой, и скажу честно, я, например, там по полбутылочки, даже один раз более половины, во-первых, опьянения, ребят, от нее абсолютно вот, как бы его почти нет, то есть если здесь выпить, или здесь полбутылочки, вы чувствуете опьянение, и вам более не надо, то вот это, она достаточно опасная вещь, потому что она, во-первых, пьется легко, как вода почти, и вы не чувствуете себя пьяным, да, и проснувшись поутру, вы прям, ух, бодряком, то есть, и это не один раз проверено, то есть я несколько раз, как она мне понравилась, я прям ее полюбил, пью, и с утра вы встаете огурчиком, и никаких там у вас вредных последствий вот этого питья водки не ощущается в организме. Вот такой обзорчик, ребят, я не знаю, если вы видите, ну, естественно, вы видели в магазине, и если вы всегда задумывались, брать или не брать, я вам искренне рекомендую вот эти две, спорно, да, вот это, вот это, если я в первом обзоре проводку, как бы делал упор, что вот Архангельская, мне очень нравится, потому что она такая честная, как бы мягкая, и тп, и тд, да, у нее баланс, и гармония, цена-качество, то вот это она практически, ну, я не знаю, кто ее перебьет, потому что при ее цене в 339 рублей, и 0,7, я, по-моему, за 500 с чем-то брал, при таком ценнике ее просто невозможно, вот, смести с ее первого места, может быть, ханская, да, но, ну, вот это мне нравится больше, так что, редкий, подписывайтесь на мой канал, да, Кухня обо всем, такие вот обзорчики, водочка, без закусочки, естественно, мне натощак еще дала по мозгам, поэтому речь у меня замедляется, и я плавно, как дельфин в море, уплываю, собственно, в спальню, а вас оставляю перед таким вот выбором, да даже не выбором, а перед тем, что надо это брать и пробовать. Все, машу вам рукой, ребят, до следующих обзоров, до следующего питья, вечно ваш Петр Борисович, целую и обнимаю, пока, пока, пока. Субтитры создавал DimaTorzok,